Доброе утро, друзья! Доброе утро всем, кто начинает этот прекрасный день вместе с нами! Программа Танго Студио вновь с вами, друзья! Доброе утро, Гонара! Привет, привет, моя хорошая! Сегодня 27 апреля, понедельник, и мы, как обычно, из дому в карантине, но с нашими дорогими телезрителями. Да, что очень-очень приятно. И, как всегда, друзья, мы подготовили для вас самое-самое интересное и познавательное. Например, мы сегодня узнаем, как работают камеры и приложения СерГЕК в условиях чрезвычайного положения, а также мы узнаем, как происходит поэтапное восстановление работ предприятий. Кроме того, с сегодняшнего дня должен начаться второй этап этого плана. Уточним, кому можно выходить на работу и когда рассчитывать на открытие следующих заведений, таких как банки и СТО. Да. И также в нашей программе, друзья, мы поделимся, как всегда, новыми рецептами, особенно для Даниэля. Потом ты пообщаешься с нашими звездами. Ну и, в общем, друзья, смотрите нас, скучно точно не будет. Ой, рецепты, рецепты Гульнара. По-моему, к концу карантина я точно должен получить звезду Мишлена. Ну, а нам, как обычно, пора начинать с традиционных советов нашего номеролога. Сегодня 27 апреля. Это день влияния на людей и управления финансами. Это одно из наиболее денежных времен за весь апрель. Постарайтесь запланировать самое важное на первую половину дня. Сегодня у вас есть шанс заработать дополнительные деньги. Возможно, вам просто вернут долг или покупка будет очень выгодной. Не игнорируйте идеи, которые приходят вам в голову или советы людей, которые вам подсказывают, как заработать. Ну, а тем, кто занимается инвестициями, день обещает выгодные сделки. Сегодня полезно занять позицию лидера и предпринимателя. Если у вас есть товар или услуга, попробуйте его как-нибудь продвинуть или кому-то предложить. Ни в коем случае не отказывайтесь от новых возможностей, но будьте требовательны как к себе, так и к окружающим. Если дело может принести быстрый результат, то не откладывайте его. Соберите всю волю в кулак и доведите начатое до конца. Цвета успеха на сегодня бежевый, золотистый, цвет слоновой кости, рыжевато-коричневый, платиновый, серо-голубой и ярко-зеленый. Люди, рожденные 27 апреля, наделены особенной духовностью. Они искренние, рассудительные, умеют управлять своими эмоциями и разбираться в деле очень глубоко, из-за чего могут стать настоящими профессионалами своего дела. Они могут честно признавать свои ошибки и говорить об этом. Постоянно развиваются, их идей может хватить на всё человечество. Также они щедры, мечтательны и стремятся осчастливить весь мир. Таким людям нежелательно поддаваться негативному мышлению, сомнениям и беспокойству. У них есть развитая интуиция и проницательность. Очень важно прислушиваться к собственному голосу, тогда они способны прийти к славе и признанию. Деньги к таким людям приходят очень легко, но также легко тратятся. Для стабильности в жизни желательно проявлять честность и общаться с духовно развитыми людьми. Сегодняшние имененники способны стать известными учёными или деятелями искусства. Благодаря своим глобальным интересам, вниманию к деталям и желанию раскрыть тайны. Несмотря на карантин, жизнь продолжается. Некоторые группы людей продолжают ходить на работу, повседневную, скажем так. Так, ну, никто не отменял посевную, потому что кушать нам осенью надо что-то. Но для того, чтобы обеспечить безопасность в этот период, требуется приложить, друзья, больше усилий. Да, поэтому казахстанские специалисты разработали специальное приложение «Сергек», которое помогает полицейским бесконтактно регистрировать людей и транспорт, у которых есть разрешение на передвижение по городу. Причём приложений этих несколько, как выяснилось, для выполнения разных задач. С их помощью удалось в какой-то мере ускорить, ну, или даже автоматизировать выявление нарушителей карантина. Вот. И давай посмотрим, как работает это приложение. Ну, а вам, друзья, мы ещё раз напоминаем, что выходить из дома пока не следует. В Алматы для сотрудников полиции внедрили приложение для ускорения регистрации на блокпостах. Этот дополнительный функционал поможет сотрудникам, обеспечивающим порядок при соблюдении карантина. «Сергек» блокпост позволяет отслеживать перемещение автомобиля от одного блокпоста к другому. Так, опция позволит узнать, выехал ли автомобиль из города с тем же количеством пассажиров через определённое количество времени и при необходимости принять меры. Данное приложение имеет два режима работы – режим транспорт и режим пешеход. В режиме транспорт вводится куст номер автотранспорта, место жительства, место работы владельца, название организации, где работает владелец, а также комментарии о причинах поездки. После этого вводятся данные ИИН владельца путём бесконтактного считывания с удостоверением личности. И все данные отправляются на централизованный сервер. В режиме «Пешеход» аналогично считываются все данные с ИИН. И также вводится информация о месте работы и цели выхода из дома. «Сергек» карантин определяет граждан и транспорт, допущенных к проезду через блокпосты, в которых введён карантин и отсрочен въезд и выезд. «Сергек» патруль помогает выявлять лиц, нарушающих режим ограниченного передвижения. Вся информация с планшетов поступает на республиканский сервер, благодаря чему оперативно выводится статистика по всей стране. Все эти меры призваны усилить контроль за соблюдением режима карантина. Если у вас есть разрешение на передвижение по городу, то с полицейским с таким планшетом в руках долго беседовать не придётся. Гульнара, вот я уверен, что те, кто сейчас находится дома и не загружен работой, успели уже посмотреть в интернете всё, что можно. И фильмы, и блоги, и какие-то смешные даже видео. Да, иногда кажется, что исчерпан контент, но он в интернете бесконечен. И при желании в нём всегда-всегда можно найти что-то интересное, новое. Вот, например, смотреть же можно в интернете нашу программу. Конечно. Причём в Инстаграме, да, на Транс-студио. А кроме того, я вот хочу сказать, что что только люди от скуки во время карантина не делают, но животным в городских квартирах не менее скучно. Я тебе это говорю как кошатник, хотя ты собачница. А я как собачница тоже тебе могу сказать. Действительно, сложности прибавилось, большее количество времени тоже они проводят дома, действительно скучают, их нужно развлекать, как детей. Вот, давай посмотрим, как мы подсмотрели, хотел сказать, как животные тоже справляются с карантином. А вот это вот как раз-таки поднимет настроение всем телезрителям. Внимание всем! Смотрите внимательно, но с улыбкой. Мир животных очень разнообразен и богат. Человечество до сих пор до конца не изучило природу некоторых таинственных созданий. Сегодня мы собрали по отборку самых необычных существ на Земле. Китоглав – одно из самых уникальных животных в мире. Эта птица обитает на заболоченных территориях Центральной Африки. Она может надолго замирать в одной позе. Поэтому фотографы прозвали китоглава самой фотогеничной птицей. Следующие редкие животные – долгопяты. Они общаются друг с другом с помощью ультразвуковых волн. Размер головы у них намного больше, чем туловище. Ехидна – тоже необычное, не похожее ни на одно другое существо на планете. Потомство ехидны вылупляется из яиц. Род у этого животного очень маленький, зато длинный язык сполна компенсирует это. К нему прилипает все, что ехидна хочет съесть. На северо-востоке США или в юго-восточной Канаде можно встретить необычного крота-звездоноса. Такой крот обладает своеобразным строением рыльца, которое напоминает звезду из 22 мясистых лучей. А этот причудливый морской обитатель называется рыба-капля. Обитает это необычное существо на глубине до 3000 метров, где плавательный пузырь рыб функционировать не может. Именно поэтому у нее такое странное тело. В пустынных районах Австралии живет Молох, ящерица из семейства Агам. В народе ее называют колючим дьяволом, потому что ее тело покрыто огромными шипами и есть демонического вида рога. Доброе утро, друзья, и всем, кто просыпается вместе с телеканалом Алматы, потому что, как обычно, в это время «Танго-студио» в эфире. Да, друзья, мы очень рады, что мы с вами, и вы нас смотрите. Даниил, расскажи, пожалуйста, ты веришь в гороскопы? Ну, ты знаешь, я заметил такую тенденцию. Когда ты читаешь что-то, ну, по своем знаке зодиака, тебе приятно, скажем так, это читать. Тут как бы незаметно начинаешь для себя черпать какую-то идею. Например, если мне говорят, что, близнецы, вы терпеливые и умеете поддержать в трудную ситуацию, то я, ну, как бы, знаешь, стараюсь соответствовать. То есть, если мне кто-то там напишет в WhatsApp или позвонит, скажет, «Даниил, помоги», я такой, «У меня же сегодня было попыток». Я такой, «О, надо соответствовать». Слушай, ну, здорово, вообще классная интерпретация. Получается, что действительно гороскоп действует так хорошо, положительно, да, на тебя? Конечно. Но вот я тоже, я тоже так, когда хочу что-то услышать, такое хорошее, чтобы этот день произошло, и если мне это действительно сулят звезды, я начинаю моментально это приближать и так радуюсь этому. В общем, давай послушаем астрологический прогноз для всех. Ну и пока мы еще не начали слушать астрологический прогноз, вот я уже сказал, что я близнецы, а ты кто по гороскопу? Я скорпион. А, ну тогда могу тебе тоже сказать. Скорпионы, на этой неделе вы будете всю неделю вести программу с обворожительным, ну и таким, знаешь, очень обаятельным близнецом. Не Данияр ли это, Батербаев? Сбывается! Овен Это плодотворная неделя. Имейте в виду, звезды сейчас очень благосклонны к вам. Сочетание здравого смысла и энтузиазма позволит вам добиться хороших результатов. Телец Подходящая неделя для того, чтобы сделать для себя что-то хорошее. Начните учиться тому, что вам давно интересно. Сейчас у вас все получится и не будет соблазна бросить на полпути. Близнецы Начало недели будет плодотворным и интересным. Первые ее дни – это время размышлять о важном, строить планы и принимать решения. Для осуществления целей потребуются союзники. Имейте в виду, что общие дела – это только начало. За ними могут последовать дружба и искренняя привязанность. Рак Начало недели сулит небольшие испытания. Но не расстраивайтесь, ситуация быстро изменится к лучшему. Стоит набраться терпения и спокойно ждать подходящего момента. Прислушайтесь к советам близких и родных. Лев Даже если поначалу кажется, что неделя не обещает ничего хорошего, не спешите расстраиваться. К середине недели вы поймете, что можете гордиться собой. А обстоятельства к тому же помогут немного расслабиться. Дева Не теряйтесь и не тратьте время напрасно в начале недели. Первые ее дни определят много, так что постарайтесь провести их максимально плодотворно. Дела можно выбирать самые разные. Главное, чтобы вам было по-настоящему интересно. Весы Неделя подходит для разнообразного творчества. Фантазия и необычный подход способны любое дело превратить в захватывающий процесс. Вам удается не только изменить обычный ход событий, но и увлечь близких тем, что раньше их мало интересовало. Используйте любую возможность для того, чтобы показать миру свои достижения. Скорпион Действуйте осторожнее, и вы добьетесь даже большего, чем вы ожидали. Старайтесь не давать поводов для сплетен и обсуждений. Избегайте конфликтов. Вы уверены, что во всем правы, а окружающие почему-то сомневаются. Переубедить скептиков трудно, и лучше не тратить силы напрасно. Стрелец Вам сейчас как никогда необходим опыт, полученный ранее. Вторая половина недели открывает новые возможности в профессиональной и творческой сфере. Это подходящее время для того, чтобы экспериментировать. Козерог Многим козерогам предстоит решать совершенно новые задачи, на ходу учиться у окружающих тому, что может пригодиться. Помните, не всегда можно доверять чужому опыту. Часто лучше полагаться на собственную интуицию и здравый смысл. Особенно, если дело касается денег. Водолей Неделя принесет немало дел и забот, но вы отлично со всем справляетесь, быстро решаете любые возникающие вопросы. Работа может отнять гораздо больше времени, чем вы ожидали. Однако, вы найдете возможность и близким уделить внимание. Можно обсудить общие планы на будущее. Это всех вдохновит. Рыбы Эта неделя обещает хорошие идеи и необычные открытия. Сейчас вы можете позволить себе мечтать. То, что кажется несбыточным, вскоре станет возможным. И тогда вы не растеряетесь. Сделайте все необходимое, чтобы реализовать свои замыслы. Когда 20 апреля некоторые промышленные и строительные предприятия вышли на работу, Акиматы опубликовали примерный план поэтапного восстановления работ. Да, конечно. Все это будет корректироваться с учетом ситуации. Но по этому плану на втором этапе должны подключиться к работе еще несколько объектов. Среди них непродовольственные торговые точки, сфера услуг, за исключением общепита, спортивные и развлекательные, скажем так, компании, ну и предприятия. И индустрия красоты уже дальше. Я не мечтаю, уже не могу прям. Да, да, да. Я тоже очень радуюсь этому. Кроме того, к работе должны вернуться финансовые и страховые компании, СТО, автомойки и еще несколько предприятий. Ну, в общем, прямо сейчас, дорогие друзья, предлагаю узнать подробнее, кто и на каких условиях, а главное, когда сможет приступить к работе. Ну, а мы с вами, соответственно, сможем выйти на эту самую работу. Смотрим внимательно. Отлично. В Алматы с 20 апреля возобновили деятельность промышленные предприятия, строительные объекты и ЦОН Наурсбайского района для обслуживания юридических лиц. О том, какие именно предприятия начнут поэтапно свою работу в Алматы и Нурсултане, объявил министр информации и общественного развития Казахстана Даурин Абаев. Первое – это промышленные и индустриальные предприятия. По Нурсултану в них занято порядка 35 тысяч человек. Часть из них продолжали работу, а возобновят ее более 25 тысяч человек. Второе – сфера строительства. Учитывая, что строительный сезон на севере страны короткий, было предложено разрешить работу строительных компаний и сопутствующих их отраслей. Это поставка стройматериалов в предприятии авторского и технодзора, стандартизации и сертификации в сфере строительства. Но не все предприятия из утвержденного списка смогли возобновить работу с 20 апреля. На некоторых объектах не оказалось умывальников и санитайзеров. Рабочие не были обеспечены масками и отсутствовали договоры на дезинфекцию помещений. Также министр рассказал о втором этапе восстановления работы. Третье – после 20 апреля запустят работу асфальтобетонные заводы, которые начнут ремонт дорог после зимы. Четвертое – это банки второго уровня с коротким графиком работы до 16.00 для выдачи пенсии и пособий. Речь идет о 41 филиале. Пятое – некоторые организации частного вспомогательного обслуживания – это химчистки и прачечные, шиномонтаж, ремонт спецтехники. И шестое – продлить возможность доставки еды из ресторанов и мест общественного питания до 22.00 часов. С 27 апреля в Алматы на режим полного рабочего дня должны перейти все предприятия промышленности, складирования, строительства, рынок ценных бумаг, а также некоторые сектора сферы услуг, такие как СТО, шиномонтаж и автомойки. В целом на режим полного рабочего дня в Алматы перейдут более 120 тысяч человек. Между тем, оперативный штаб Госкомиссии сообщил, что автомойки разрешается посещать только тем, у кого имеется разрешение на передвижение. А в химчистку или прачечную можно самостоятельно обратиться только в том случае, если они не предоставляют услуг по забору белья и доставки. Также Даурин Абаев отметил, что это не причина ослаблять режим ЧП и расслабляться. Все остальные ограничения сохранены. Первый этап ослабления вовсе не означает, что теперь мы можем массово выходить на улицу. Риск заражения по-прежнему остается высоким. Болезнь, к сожалению, еще не побеждена. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Но новые больные по-прежнему выявляются каждый день. Пик заболеваемости не пройден. Поэтапное снятие ограничений будет сопровождаться массовой дезинфекцией общественного транспорта, включая остановки и станции метро, рабочие пространства самих предприятий, а также места массового скопления людей. А увеселительные заведения и объекты образования будут закрыты до окончания карантина. Даньяр, сегодня 27 апреля, а ведь это последняя неделя апреля. То есть уже больше половины весны прошло. Действительно. И, кстати, скоро 1 мая. Угу. Скоро у нас действительно прекрасный праздник. 1 мая. День единства народа Казахстана. Ты знаешь, а я вот сейчас задумался и понял, что я очень люблю этот праздник. Мне кажется, в этом году он пройдет по-особенному. И не будет никаких мероприятий. Но в этом году, вот действительно, мы сполна ощутили вот это единство, вот этот дух единства народов Казахстана. Совершенно с тобой согласна. Действительно, вот это ощущение, что мы вместе, оно какое-то такое мощное, такое дает силу, энергию. И отпраздновать ведь этот праздник можно и дома. Мы уже все прекрасно знаем об этом. Можно быть всегда на связи с любимыми, дорогими тебе людьми. И даже устраивать концерты онлайн мы уже научились. Кстати, это вот хорошая идея. Предлагаю сегодняшнего дня начать, ну, осваивать, например, народные инструменты. А на 1 мая все вместе их сыграть. Ты, кстати, играешь на чем-нибудь? Ты знаешь, я когда-то училась на фортепиано, но надо осваивать снова. Ты знаешь, сейчас времени много. Мне кажется, действительно, это то, что пугает людей. Как я не смогу научиться? Но мы-то их научим, наших друзей, наших зрителей. И давай начнем сегодня с дамбры. Наверняка, мне кажется, она есть, ну, почти в каждом доме у нас. Действительно. Хорошая идея. Потому что я пока умею играть только на нервах. Смотрим? Смотрим. Дамбра – самый древний инструмент не только у тюрков, но и во всем мире. Его история имеет более чем 6000-летнюю давность. В 2010 году дамбра была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, после того, как в Китае 10450 дамбристов исполнили казахский ки-кинес. По легенде, раньше дамбра была с пятью струнами и без отверстия посередине. Таким инструментом владел известный на всю округу славный джигит Кижендык. Влюбился он однажды в дочь местного хана. Хан пригласил Кижендыка к себе в юрту. Джигит стал играть долго и красиво. Он исполнил песню и о самом хане, о его жадности и алчности. Хан разозлился и приказал испортить инструмент, вылив на середину дамбры горячий свинец. Тогда же выжглось отверстие посередине, и остались только две струны. Казахстан Немаловажная часть того, что ты умеешь играть на дамбре, если ты казах. Потому что это наш фирменный народный инструмент. Один из народных, но один из самозапоминающихся. Даже недавно на голос Украины наш казахстанец выступал на дамбре. Существует несколько видов дамбры. Они отличаются по регионам. В северном и центральном Казахстане в Семеречи распространена дамбра в виде совка. Такая дамбра была у Ахана Сиры и Бржан Сала. Она используется для аккомпанемента и исполнения щертпекюев. А дамбра с округлым корпусом больше встречается на западе и юге Казахстана. В частности, у Мохамбета Утимусула и Сите Кауразулу были инструменты с округлым корпусом. Я считаю, что каждый казах должен уметь играть на этом замечательном инструменте наших предков. Я сейчас покажу вам пару уроков для начинающих. То есть, в первую очередь, мы на второй ладе. Это все, каждая вот эта штука называется лады. Вот. На второй ладе первую струну снизу зажимаем. Вот. У нас уже две ноты. Отличное звучание. Затем добавляем на второй струне, на четвертом ладу, еще палец. И чередуем. Убираем безымянные. Вставляем безымянные. Убираем безымянные. Вставляем безымянные. И обратно. И уже следующая нота у нас, следующая комбинация идет вот такая. То есть, на втором ладу мы держим обе ноты. Вот так. Большим пальцем и указательным. Итого у нас получается. Играем четыре раза. Экспериментов по внешнему виду национального инструмента было немало. Но Электро Домбра абсолютно новый инструмент. Впервые его задумал и реализовал в 2010 году казахстанский музыкант Нуржан Тойше. Электро Домбра повторяет внешний вид и тембральность классической казахской домбры. Основными материалами которой были дерево и нейлон. Но изготовлен электроинструмент из дерева, плетеных металлических струн и звукоснимающих принадлежностей. Учитесь, развивайтесь, изучайте наши традиции еще больше. И играйте на Домбре, как говорится, на рассказах казахами, на рассказах Домбра. В музее казахских народных музыкальных инструментов имени Эхласа в Алматы хранится более 1200 инструментов. Самый богатый из них – фонд Домбры. Их более 200 разновидностей. Мы вновь говорим доброе утро всем, кто просыпается вместе с программой «Танго Студио» с 8 до 10 утра каждый будний день. Только лучшие ведущие будут вас красиво и мягко и с улыбкой. Слушай, ну прям ты сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да? У меня сегодня настроение такое, знаешь, вот прям проснулся с утра и вот хочется мягко. Ты знаешь, за что я тебя люблю, у тебя всегда прекрасное настроение, и это очень хорошо. И мы же обещали нашим зрителям в начале программы, что дадим новые рецепты приготовления блюд. Потому что мне кажется, как вот я лично исчерпала уже весь запас рецептов, и уже даже не знаю, по нескольку раз одно и то же готовила, так хочется что-то новенького. И сейчас такие советы нам даст кто? Профессиональный повар. А ты, Даник, записывай. Ты же тут сказился. Мне кажется, да. Мне кажется, что я действительно уже становлюсь каким-то еще чуть-чуть и стану фудблогером. Поэтому я буду прям, знаешь, записывать, где моя ручка, буду вот прям с листочком сейчас сидеть перед экраном. Молодец. Давай смотрим вместе. Смотрим и запоминаем. 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 Да. Поэтому бывает даже, что и Редбурти хочется выпить и поспать, но не всегда получается. Ну вот для тех, кто узнал тебя и вспомнил и посмотрел эти фильмы, давай ответим сразу, что твой муж это не Ази Матьбаев, да? Да. А то у многих сложилось такое впечатление, ну как бы, потому что вы герои все-таки играли мужа и женой в начале, в первой части парня и девушку, да? Или в первой части, по-моему, тоже был муж и женой? Мы так, мы в сериале жили. А, в сериале женатики, да. Потом перешли уже муж с женой. Муж с женой только первый год и уже дальше год. Скажи, пожалуйста, ну как тебе вообще съемки? Ты вот что для себя с этих съемок вынесла? Что для себя подчеркнула? Ну, всегда говорю, что я обожаю наш коллектив. И на самом деле люди подходят и спрашивают, а правда Ази Матьбаев это ваш муж? Тише. И это, знаешь, это приятно, потому что, наверное, мы сыграли неплохо, я надеюсь, что люди верят в это. И это здорово. Я очень хочу, чтобы мы сняли все-таки третью часть «Год бай мой бай», потому что из-за карантин на съемки перенеслись. Расскажи, пожалуйста, Наташа, вот касательно первой части, там, так скажем, у вас было только начало семейной жизни, во второй части я знаю, что вы уже рожали детей, уже, соответственно, уже такие опытные родители. Или что было сложнее играть? Именно начинающую жену или же такую же опытную жену и маму? У нас с мамой хорошо. На самом деле я сама уже замужем как пять лет. Вот. И... Извиняюсь. Все нормально. Это, это, это жизнь, это утро. И это там же студио на телеканале Алматы. Так, продолжим. Вопрос тот же, да. Ты замужем? Да, на самом деле я пять лет, а уже замужем. И, ну, я знаю, да, какие моменты происходят там через год после свадьбы и когда появляется ребенок. Вот. Какие сложности появляются с появлением детей. Это прекрасно, но это тоже испытание для нас всех, да. Говорят, если у вас появился ребенок и вы не развелись у вас, значит, настоящая любовь. Я абсолютно согласна. И... Совет от актрисы Натальи Варьковой. Запоминаю. А момент родов? Расскажи, каково было играть этот момент? Рождение детей, роды, беременность? Да, я очень переживала вообще, как это будет выглядеть. Я прям прорабатывала эту сцену. Ну, думала, чтобы это выглядело как-то... Ну, во-первых, органично, да. Во-вторых, не совсем страшно. Потому что, ну, сами понимаете, роды. Дело такое. Вот. Но, на самом деле, так как это у нас комедийный фильм, мне кажется, получилось прикольно. Там не надо было прям страдать. И там все превратилось в комедию, и вроде зритель оценил. Здорово. Все любят истории, все любят интересные истории. Давай с тобой так вот, скажем, без семечек, без лавочки, скажем так, да. Расскажи про взаимоотношения вообще с актерами. Потому что, да, вот Жейхислав, допустим, он такой уже опытный, скажем так, да. А остальные ребята, Кеша, они из КВН, и, соответственно, тоже много снимаются, много играют. Ты была так посвежее. Как вообще сложились с ребятами отношения, и с кем вы из актеров до сих пор дружите, и с кем вы из девчонок поддерживаете отношения? Угу. На самом деле Нургулял Позбаева, которая у нас тоже главная роль сыграла. Это чья супруга? Сабита. Да. А, по сериалу. По сериалу, по фильму, да. То есть люди неправильно поймут. Вот, так случилось, что мы с ней после съемок вместе играли в мюзикле «Три дома окнами во двор». Смотрел, ходил. Да, она мне давала очень много советов. Мне очень нравится, как она играет. Она уже давно в театре, и она мне, правда, помогает. Когда мы играли в «Три дома», я была очень рада, что мы были вместе с ней. Вот, она была таким моим наставником. На самом деле я мечтала играть в театре. Я думала, что это невозможно. Но сейчас сложилось так, что я работаю в театре «Интериус», как месяц там. Мы работаем онлайн. Это каждый день бешеная работа. То есть помимо того, что у тебя репетиция онлайн, тебе еще нужно подготовиться. Ну, учитывая то, что карантин, семья, готовка, уборка. Я постоянно работаю. Мне уже снится это все мерзия. Мерзат она снится по ночам. Это такие сны удивительные. Просто они показали. Давай расскажем для наших телезрителей. Театр «Интериус», художественный руководитель, продюсер и режиссер Зия Хасанова. Замечательные постановки. Совершенно новое веяние вообще в театральной жизни Казахстана, по-моему. И вот Наталья стала у нас из актрисы киношной. Ты стала актрисой театральной, да? Ну, я думаю, разницы особо нет. Если ты актер, то ты должен уметь и там, и там. Ну, разницы нет. Главное – чувствовать. И главное, чтобы зритель верил действительно в то, что ты делаешь. Ну, замечательно. Большое тебе спасибо. Большое спасибо, что начинал «Утро» вместе с нами. И теперь буквально пожелания от тебя, от Натальи Вальковой, актрисы, всем телезрителям. Дорогие друзья, я вам желаю не унывать на карантине. Много не есть. Заниматься собой, заниматься своим телом, своим развитием. Наконец-то настало время, когда мы можем себя поднять выше. И духовно, и физически у нас есть время. У нас нет оправданий на то, что не некогда съездить в спортзал. Все доступно. Все, ну, буквально, да, у ваших ног. И, конечно, терпения и хорошего настроения. Дышите, смотрите в окно радости жизни. Смотрите на это прекрасное весеннее солнышко. Замечательно. Большое спасибо. Доброго утра и хорошего дня тебе, Наташа. И тебе, и всем вам, дорогие телезрители. Пока. Спасибо. У меня у вас есть время. Пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок